Для чего вообще проводят форумы? Это, конечно же, не для развлечений, я вот так скажу. В первую очередь я, например, участник этих форумов. Не всех подряд, но всегда, когда есть возможность, я обязательно хочу участвовать. Потому что в первую очередь это для компании, это нетворкинг, как сейчас такое есть модное слово, то есть создание сетей, знакомства, обмена опытом, какие-то рождения новых идей, новых направлений. Потому что, например, часто там есть технические сессии, есть сессии, которые там стратегические, которые там помогают. Есть обмен мнениями для того, чтобы понять, кто что и как там планирует, кто как там собирается двигаться, ну и так далее. Ну, например, сейчас вот Казмный газ, вот мы, например, там работаем в Европе, да, там. И часто мы иногда видим, что мы можем там друг другу быть полезными, там, например, мы говорим, о, там, кстати, я слышал, что-то в Болгарии делаете, мы там у нас вот это, а у нас вот так. То есть в первую очередь это для этого там проводится. Вот, и, а вообще генерально, конечно, вот такой глобальный нетворкинг, он даже, я вам скажу, сейчас вот за последний год там пандемии там мы привыкли там через компьютеры общаться там и так далее. Все-таки согласитесь, что когда личное общение, когда люди могут просто там поговорить, там, чай попить, там, как-то о чем-то обсудить, это даже иногда более эффективно, кажется, чем нетворкинг там по компьютеру, там, так скажем.